Всем привет! С вами дядя Паша и проект Fusion 365. Пока вся страна следит за развитием событий вокруг Telegram, мы продолжаем изучать Fusion. Сегодня на очереди режим патч. Почему патч? Потому что, несмотря на то, что этот режим кажется сложноватым для новичков, то, что он позволяет делать с моделью, очень сильно улучшает наше понимание того, как строится модель, и как с ней можно работать, и что с ней можно делать. По крайней мере, у меня это было так. Мы немножко затрагивали уже эту тему в прошлых выпусках. Вот сейчас у вас должна всплыть подсказка, либо на видео, либо на плейлист, если у меня получится это сделать. Итак, начинаем. Начнем мы не с того, что будем что-то строить в режиме патч. Мы, наоборот, построим в режиме моделирования, а в режиме патч будем разбирать модель. И посмотрим, чем все будет отличаться от режима твердотельного моделирования. Итак, наша моделька. Вот такой примитивный параллелепипед, на одной грани которого построен цилиндр. В режиме join, соответственно, это одно тело. Вот его сечение. Вот видно здесь, что это твердое тело. В режиме твердотельного моделирования, если мы изменяем геометрию, то Fusion работает с моделью как с твердым телом. Например, это очень хорошо видно при попытке удалить грань. Например, если мы выделяем верхнюю грань цилиндра, жмем кнопку Delete, Fusion нам говорит, что нельзя, он не может починить модель так, чтобы она осталась твердотельной. При удалении грани Fusion пытается восстановить сущность модели как твердого тела. Но, например, если мы выделяем две грани и удаляем, то при помощи оставшихся граней Fusion достраивает модель таким образом, чтобы то, что осталось, осталось все-таки твердым телом. Это то, как Fusion работает с моделью в режиме твердотельного моделирования. Сейчас я верну все обратно. Верну вот эту штуковину. В режиме патч Fusion работает с моделью не как с твердым телом, а как с поверхностью. Поверхность, с точки зрения Fusion, это набор граней. Набор граней – это как конструктор. Fusion совершенно не важно. Вот в этом режиме твердое тело, не твердое, замкнутое оно, вообще не замкнутое. Вот есть некая поверхность, оболочка невесомая, и она состоит из граней. И мы с этими гранями можем делать практически все, что захотим. Посмотрим, как происходит удаление граней в режиме патч. Попробуем удалить одну грань. Делит. Видите, все сработало. То есть Fusion просто разрешает нам удалить грань. И делает это именно так, что ничего не восстанавливается, просто тело перестает быть замкнутым. Вот как выглядит сечение в данный момент. Кроме того, меняется значок, который нарисован рядом с телом в браузере. Вот таким образом обозначаются поверхностные тела. То есть Body1 сейчас это поверхность. Кроме того, рядом с названием в скобочках появилось число. Это число показывает количество граней в этом поверхностном теле. Сейчас у нас 7 граней. Можем посчитать. Действительно, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 внизу. 7 граней. Точно так же мы можем удалить абсолютно любую грань из оставшихся. Вот, например, эту. Вот что осталось. Сейчас мы вернем обратно. Все вернулось. Это опять твердое тело. То есть оно замкнуто. И Fusion понимает, что оно имеет массу. Два инструмента, которые я покажу сегодня в режиме патч, это функции Stitch и Unstitch. Сшить и расшить. Сначала мы сделаем операцию Unstitch. Расшивка. Для того, чтобы она сработала, нам нужно выбрать тело. Это может быть твердое тело, либо поверхность. Выбираем. Жмем. Ок. И тело, которое у нас состояло из 8 граней, рассыпается на 8 тел. Каждый из которых состоит из одной грани. Вот вы видите в скобочках здесь по одной грани. То есть мы разобрали нашу модель на кусочки, на составные части. Вот это составная часть. Вот эта грань. Это составная часть. Вот можно его спрятать. И так каждая из граней. Обратная операция Stitch выглядит следующим образом. Мы выбираем Stitch. Выбираем те тела, поверхности, которые нам нужно сшить в едино. Мы можем сделать это в видовом окне, либо в браузере. Сейчас мы выберем все те же самые поверхности, которые у нас образовались при расшивании тела. И жмем ОК. Обратно получилось сшитое, твердое, замкнутое тело. Еще раз разошьем его. И теперь попробуем сшить, но не полностью. Например, вот эту часть мы скроем. И теперь попробуем сшить только те грани, которые у нас видны. Кроме Body 31. Вот этой крышечки. При выборе операции Stitch, при выборе граней, вернее поверхностей, Fusion с зеленым цветом показывает те ребра, которые хорошо сшиваются. То есть здесь все нормально. Грани стыкуются. Все в порядке. Вот этим красным он показывает, что здесь дырка осталась. Но это так и есть. Жмем ОК. Все выбранные тела поверхностные сшились в одно тело. Body 38. Которое состоит из 7 граней. И здесь все грани исходного тела, кроме одной. Вот этой крышки. Крышка у нас в отдельном теле. Сейчас мы можем продолжить сшивание. И мы можем сшить опять же эти два тела. Здесь у нас зеленым помечено. То есть все в порядке. Они стыкуются. Жмем ОК. И самое интересное, что вы видите, что Fusion определил, что эта поверхность теперь является замкнутой. И с этой поверхностью можно работать как с твердым телом. Он помечает это тело. Body 39 уже новое. Каждый раз, когда мы сшиваем и расшиваем, это образуется новое тело. Body 39 уже является твердым телом. То есть с этим телом можно работать в режиме моделирования. Естественно, что вот этот значок твердого тела, он совершенно никак не мешает нам работать с этим телом в режиме патч. То есть как только мы удалим, либо разошьем тело на грани, они тут же превратятся в поверхность. То есть самое важное, что нужно понять, что нет принципиальной разницы между поверхностным телом и твердым телом. Любое поверхностное тело, как только мы сошьем его из достаточного количества граней, чтобы они образовали замкнутый объем, это тело фьюжином тут же преобразуется, даже не преобразуется, а просто меняется иконка, и оно начинает трактоваться как твердое тело. Вот его сечение. Ну и еще раз, принципиальной разницы между этими телами нет. Можно переключаться между режимом патч и модел совершенно спокойно и делать то, что нам нужно. Это было первое видео про режим патч, где мы уже плотненько начинаем заниматься этим режимом. Если видео было полезно, то лайк. Все, что непонятно или вы хотите узнать больше, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр и до встречи на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok